Добрый вечер, друзья! Приветствую вас. Сегодня в главной роли народный артист России Олег Митяев. Очень рад вас видеть, Олег. Взаимно. И ваша верная подруга, гитара, она здесь притаилась, пока еще скромничает, но я думаю, что покажет себя еще. При помощи такого кавалера. Пака де Люси. Да, да, да. С Урала. Челябинск не подведет. Завтра у вас концерт в Московском международном доме музыки, и это прекрасный повод для того, чтобы поговорить о новых песнях, вспомнить то, что любимо народам, и самое главное спросить вот это время, которое мы все проводили дома, для людей необузданной, скажем так, физической энергии, наверное, это мучительно. Для людей, кто привык иногда углубляться в свои собственные мысли, в те образы, которые помогают потом выходить на сцену перед зрителями, наверное, это было плодотворно. Ну, во-первых, я где-то посередине, потому что все-таки я закончил институт физкультуры, и я как-то понимаю, какие процессы во мне происходят, если я мало двигаюсь. Но у вас и ГИТИС ведь был. Да, потом был ГИТИС, именно поэтому. Но, конечно же, все ждали, что это все закончится, и тебя спросят, а что ты написал за это время, пока ты сидел? Что ты делал 21 июля? И у всех есть, конечно, песни, написанные у кого больше, у кого меньше, но как-то вот осмысление всего происходящего. Поэтому давайте мы, наверное, споем эту песню, как отчет о проделанной, просиженной работе. Какой вы чуткий партнер, потрясающе. Вот. Олег Григорьевич, замечательно. У меня совершенно случайно с собой я ношу этот текст. Опаньки. Шторы парусом надуваются В нашей комнате в день сурка И в полет наш дом отправляется И шторвал не в наших руках Наш ковчег плывет между облаков Чешуя речушек блестит Как ртуть, ты прости нас, Господи Дураков, ты спаси нас, Господи Как-нибудь наш дом несет сквозь утро От горести в побег Навстречу неизвестности Сквозь яблоневый снег Навстречу неизвестности Сквозь яблоневый снег А с небес все видно Всезнающих И становится Очень жаль Всех потерянных Отбывающих В бесконечную Эту даль Нежно любящих Разлученных всех Жаль заброшенных Кто ничьи И притихший парк И забытый смех И, конечно же, всех врачей А дом несет сквозь полдень Над миром, как во сне Навстречу невозможностей Разлуки по весне Навстречу невозможностей Разлуки по весне Кто-то борется, кто-то молится Кто-то силится выйти в знать Кто-то век теперь Не отмоется И чем все кончится Не узнать А ковчег плывет Между облаков Чешуя речушек Блестит, как ртуть Ты прости нас, Господи Дураков Ты спаси нас, Господи Как-нибудь А дом несет сквозь сумрак Над океаном бед Навстречу неизбежности У каждого в судьбе Навстречу неизбежности У каждого в судьбе Тут были варианты разные Поэтому Ну, фуф Как называется? Называется «Ковчег» Браво! Браво! Честно говоря, мурашка пробежала Особенно у нас строчка Кто-то борется, кто-то молится И вот все, что дальше идет Да, это... А Сергей Сысоев Прекрасный музыкант Аранжировщик Он уже сделал это В такой красивой обработке А завтра это будет? Нет Мы пока будем петь живьем Я пока не привык еще Вот к такому сопровождению Да и публика тоже А вот в Челябинске 2 декабря Будет какая-то очень большая авантюра С симфоническим оркестром Потому что Адик Абдурахманов С которым мы несколько раз выступали Пробовали Художественный руководитель Главный дирижер Новоиспеченного Челябинского симфонического оркестра У них большой состав такой И в общем-то Классный оркестр Для меня это большое испытание Оркестр классный Спасибо губернатору, надо сказать Обязательно И Денису Мацуеву Да, да Все это как-то получилось Но мы начинали с Адиком Еще до вот этого большого состава И они выступали у нас На премии «Светлое прошлое» Когда приезжали наши великие земляки Они обязательно выступали Я пел, они играли И это было необычно Но в конце концов мы решили записать Вот целый альбом Да, это должна получиться мощная история Посмотрим Забегать вперед не будем Но вы так сказали живьем Я так понимаю, все ваши концерты живьем По-другому не бывает Конечно, конечно Но иногда бывают такие шутки Ну это понятно Шутки А кто, вот Я когда слушал песню Я подумал А кто ее после вас первый услышал? Марина? Конечно Ну это же такая ситуация Пандемия Замкнутые пространства И тоже всякие неожиданные Мы никогда не были так долго вместе И дочка, и супруга Потому что гастроли Марина Есипенко Изумительная актриса Театра имени Вахтангова Красавица День рождения был летом Поздравляем Она 16 лет играла Принцессу Турандот И была первой ведущей Церемонии вручения Хрустальной Турандот И Хрустальная Турандот Тоже в этом году исполняется 30 лет А Вахтангову 100 лет То есть это очень много праздников у нас будет А какой памятник открыли на Арбате Наконец-то перед самым входом в театр Евгений Багратионович Изумительный Просто изумительный Значит, вот Марина слушает эту песню А у нее же актерское внутро Сразу включаются образы Эмоция Бывает, что она какую-то строчку говорит? Олежек, вот это надо здесь Нам тут Переделать Ну, как бы Вообще Я и пою для того, чтобы Наверное, более Еще важное чувство Когда ты поешь Вновь написанное То думаешь Что ты тут написал? Когда Просто у тебя не произносится То, что Негармонично Появилось И поэтому приходится Это переделывать Вот А театр Вахтангова Сейчас меня Я погрузился гораздо глубже В историю театра Вахтангова Потому что Я живу через забор С поселком Советский писатель Красная пахра Да, Красная пахра И вот Если переделки на это было до войны То после войны Сталин уже За денежки А не просто так Разрешил покупать Писателям Участки И Это потрясающие люди И Юрий Трифонов И Твардовский И более поздний Ну Эрдман Масс И Боюсь кого-то Мой Любимый Семен Кирсанов Очень много Кого Можно перечислить Но Из того С кем Мне удалось Пообщаться Это Петр Ехимович Тодоровский Ильдар Александрович Рязанов И Герт И Там была Потрясающая компания Вот Уходят Такие люди И мы хотим Теперь сделать Там Заброшенный Дом культуры Музей Поселка Советский писатель И там будет И кафе И это будет Дом песни И поэзии Ну Надеюсь Что это Получится Вот если Просто так Выйти на улицу Москвы И спросить Вы знаете Что такое ЧТПЗ Не каждая Отписка Но если Приехать В Челябинск Я думаю Что даже Челябинские Окрестности Конечно Сразу Заулыбаются Это предмет И гордости И тревог И в общем Это жизнь Челябинский Труппопрокатный Завод И у вас С этим местом Тоже связано Ну Очень много В жизни Отец ведь Там работал Да Вообще Если Любому Сейчас сказать Челябинские Мужики Настолько Суровы Что Ну Тоже Сразу Узнает Да Да Конечно ЧТПЗ Я недавно Повесил на стенку Фотографию отца И медаль За трудовую доблесть Которую он там Заслужил В горячем цеху Он всегда этим гордился Что я больше 30 лет В горячем цеху Вот Хотя его завербовали И он корнятый В курской губернии Теперь я скажу Какой главный Хит Всех времен и народов Но любви Почему не хватает Да Никому не хватает Любви Вот серьезно Тут Последнее время Просто все ходят Ну по крайней мере Женщины И Так мурлыкает Эту песню Вот По дружбе Скажите Как вот она родилась Где пришла Именно эта строчка Недавно у меня было Какое-то Выступление Небольшое Такое Локальное И я там Перед каждой песней Рассказывал Откуда это вообще Появилось Вот Про эту даже Ничего не могу сказать Наверное Вся песня появилась Из этой строчки Просто не хватает Любви Я понял Что это не только мне И как-то вот оно Там прекрасный Саксофон Сергей Овчинников Сыграл Кстати В нескольких Песнях Он есть Вот Просто Разрывает Душу Сейчас Даже не перечислю Все песни Но Это очень Украшает Когда Великий Музыкант Что-то Изображает И Тебя это Возносит Просто Подожди Сейчас еще Симфонический Оркестр Подключится Вот Это Слеза Будет Прошибать Это Очень Серьезно А завтра На концерте Это будут Новые песни Или это будет Такая Красивая Программная Компиляция Давно Уже Я никому Не говорю О том Что программы У нас Никакой нет Мы обязательно Споем Все Новые песни Потому что Есть такие Люди Которые ходят На все концерты И даже ездят В другие города И Мне просто Неудобно Не спеть Какие-то Новые песни И я Все время Прошу Даже Чтобы они Пересели Куда Хотя бы Подальше А то Ты приезжаешь В другой город И вот Они тут Сидят Ты не можешь Не повторить Ничего Ну Они понимают Когда что-то Повторяется Какая-то шутка Но тем не менее Я стараюсь Не повторять Какие-то Анекдоты Мне даже Записывают Чтобы я В следующий раз Не рассказал То же самое Вот А песни Конечно же Будут Зависеть От записок Есть Возможно На концерте На живом Писать записки И попросить Исполнить Какую-то песню И поэтому Причем Одна записка Задает вопрос Вторая записка Отвечает На этот вопрос Иногда Происходят Ну Невообразимые Какие-то Такие Юмористические Вечера Но Как получится На этот раз Непонятно Но до сих пор Получалось хорошо А вот эти записки Какие приходят Вот Если Разделить На самую На самые Животрепещущие Тема Вот что Народ Больше всего Волнует Ну кроме Конечно Просьба Исполнить Песню Или в основном Это просьба Ну мне Больше даже Знаете Интересны Какие-то Рассказы Отклики Потому что Когда пишут Говорят Что вот Пришла записка Мы под ваши Песни Делаем Генеральную уборку Дома Получается Великолепно И потом пишут Вот некоторые делают Генеральную уборку Дома А мы под ваши Песни Оперируем Привет С пироговки То есть Хирурги Представляете Пока Человек В отключке Они включают Митяева И во время Операции Слушают И вот я Сейчас Вспоминал Тоже Историю Когда один Мальчик Мне написали Тоже довольно Большое Письмо О том Что он Не разговаривал И в конце Концов Они всегда Ездили отдыхать Вместе В машине Слушали Митяева И когда он Вдруг Не сказал Поставьте Лето Это маленькая Жизнь То Отец Чуть руль Не выронил Спасибо вам большое Спасибо До встречи До встречи Олег Митяев Сегодня в главной роли Низкий поклон Обязательно увидимся Вżня час Сам fix print Продолжение следует... Продолжение следует...